Аккуратно оформленный зал художественного центра. Здесь разместили 32 фотографии, сделанные сотрудниками государственного учреждения заповедная Прибайкалья, партнерами и гостями нацпарка. На снимках запечатлены как характерные, так и редкие виды растений и животных, уникальные памятники природы и разнообразные ландшафты. Всего в запасниках несколько тысяч работ. Выставляют около 300. Отметим, экспозицию постоянно обновляют. А потому неудивительно, что она пользуется популярностью. Эти фотоработы постоянно выставляются в городах Копутской области, не только в городах, но и в небольшие поселки, хуже Вернбурево. По школам, по учреждениям культуры, то есть самый широкий спектр мест, где мы экспонируем наши фото-выставки. Ну и за пределами Копутской области фотоработы выезжали в Нижний Новгород, в Москву, в Казань. То есть тоже достаточно широкая география. Люди интересуются природой Байкала и всегда с удовольствием на этот смарт. Заповедное при Байкале – это самые различные ландшафты от реликтовых степей и горной лесостепи до среднегорной и горной тайги и высокогорья с гольцами, массивами кедра, горными, тундрами и альпийскими лугами. Вся территория практически не нарушена деятельностью человека. Самое главное, что это все-таки, во-первых, уникальные объекты, а во-вторых, это объекты, которые может наблюдать каждый из нас, если приложит определенные усилия, проявит терпение и внимание к окружающей его среде. Ну и, конечно, что будет любить природу, чтобы интересоваться вот такими объектами. Главная цель выставки – эко-просвещение. Ведь, как считают специалисты, роль заповедников сложно переоценить. Благодаря им удалось сохранить сотни редких видов животных и птиц. Ангелина Борисова, Альберт Домни, Новости 360, Ангарск.